Добрый день, дорогие мои слушатели! По вашим многочисленным просьбам, сегодня специально для вас мы показываем, как правильно снимаются мерочки. Потому что вы задаете вопросы, и мне нужно для них и показать, и рассказать подробности. Так, посмотрите, первое, что мы делаем, ну, сначала мы вот так примерно одеваемся, чтобы у нас не было лишней одежды на фигурке. Затем берем шнурочек, я взяла беленький, вы можете взять, поворачивайся, релечка ко мне, это моя любимая подруга Лиля из Челябинска. Вот, мы завязываем этот шнурочек четко по линии талии. Посмотрите, по линии следочек, сзади. Сзади мы его устанавливаем, маечку нужно вот так поправить, мы устанавливаем его таким образом, чтобы он оперся вот на эти наши выступающие косточки, для того, чтобы ниже мы не могли его сместить. И тогда это положение будет правильным. Теперь, Лиля, поворачиваемся боком, так. Мы его туго-туго завязываем по талии, это не значит, что мы будем такую тонкую талию себе делать, так, но это нам нужно для того, чтобы поправить наш шнурочек, и он в этом положении был зафиксирован на фигурке, и не сваливался вниз, и не задирался вот так наверх. Но мы к этому еще вернемся, когда будем снимать балансовые мерки. А пока я вот так приседаю, смотрю, чтобы этот шнурочек был параллелен линии, обязательно параллелен линии пола, и в этом состоянии оставляю его вот таким вот образом. Итак, это первая наша подготовочка. Вторая наша подготовка. Мы будем снимать мерки. Посмотрите, пожалуйста. Я их записала вот в таком порядке. Полуобхват груди, талии, бедер и так далее. Я буду все по порядку рассказывать. Но писать какие-то цифры и выходить из кадра я не буду, чтобы не тратить лишнее время. И в результате снятия мерочек у меня получится следующая картинка. Называется техзадание. Выглядеть она будет вот таким образом. Значит, это обязательно рисунок. Состоит из трех частей. Рисунок переда и спинки того изделия, какое мы хотим шить. В данном случае просто базовая конструкция или основка. Рядышком записаны в пять строчек мерки, уже безо всяких пояснений. Пожалуйста, сделайте без шпаргалки себе, такую, какую я вам показала первый раз, а мерочки записывайте вот в таком виде, уже безо всяких обозначений. И справа третий столбик вот здесь, это прибавки, которые мы выбираем для построения нашей базовой конструкции. Сегодняшним первым нашим уроком мы готовимся к тому, что мы будем строить базовую конструкцию. Выполняем первый пункт из четырех в создании одежды. Первый пункт – это изучение формы тела, особенностей фигурки, снятие мерочек. Второй – это построение базовой конструкции. Третий – моделирование. Четвертое – шитье. Итак, приступаем к первой части и к первому же уроку. Снимаем мерочки. Мы завязали по талии установочный пояс. Первая мерочка, первая строчка, полуобхват груди. Ничего необыкновенного в этом нет. Посмотрите, как это делается. Значит, просто измеряем самую широкую часть человека сверху в области груди. Наша сантиметровая леточка проходит по выступающим точкам грудных желез. Все как обычно, все как привычно. Видим, скажем, 48, 96 – это обхват груди. Обязательно делим пополам и записываем только 48. Следующая мерочка – полуобхват талии. Несмотря на то, что шнурочек я завязала вон там, а здесь у нас уже есть какая-то лишняя наше тело, я меряю по верхней точке, учитывая самую, в общем-то, широкую часть талии, не делая ее физически меньше, не уменьшая ее ни на сколько, а спокойно то, что вижу, то и запишу. Например, вот я вижу сейчас 81, разделим пополам и запишем 40,5 полуобхват талии. Лилечка, повернись, пожалуйста, к нам боком. Вот, теперь посмотрите, мы измеряем полуобхват бедер. Третья мерка – это полуобхват бедер. Мы обязательно ставим сантиметровую ленточку через выступающие точки наших ягодичек. Вот здесь у нас есть животик небольшой, да, и мы должны померить бедра с учетом выступа живота. Выводим, мне линейку надо, или карандашик дай, пожалуйста, вот здесь. Да, ага. Карандашик, спасибо. Вот посмотрите, во-первых, сантиметровая лента обязательно параллельна полу. И если мы хотим делать с учетом выступа живота, часто делают вот так. Я считаю, эта мерка будет неправильной, потому что я ориентируюсь строго на наше измерение, чтобы не было лишнего. Посмотрите, какое широкое будет платье или юбка, если вы оставите эту мерку. И поэтому я делаю следующим образом. Очень достаточно плотненько. Затем поставьте вот сюда карандашик и буквально немножко отодвиньтесь, чтобы эта мерочка получилась с учетом выступа живота. Вот сейчас, мне кажется, у меня все правильно. 98 делю пополам и запишу 49. Вот это была мерочка полуобхват бедер. Значит, еще раз параллельно линии пола. Ручки опускаем. Вторая строчка начинается с очень важной для нас мерки, которая называется ширина груди первая. Обратите внимание вот сюда. Значит, вот это конечная точка плеча, вот это верхний уголочек подмышечной впадины. Правильная пройма обычно всегда проходит через верхний уголок подмышечной впадины. От этого уголочка, на фигурке у каждой из нас он есть, мы и кладем сантиметровую ленточку. Ширина груди первая измеряется над грудью. По прямой линии от уголочка до уголочка. Правым боком, Лилечка, повернись, пожалуйста. Покажем правым боком. То есть от верхнего уголочка подмышечной впадины и до верхнего уголочка подмышечной впадины справа. У меня получилось 33 сантиметра. Разделю пополам, запишу 16 с половиной сантиметров. Вот так это будет выглядеть. Это ШГ1. Особое внимание надо уделить мерочке ШГ2. Человек наш должен стоять обязательно спокойно. Не надо выпрямляться солдатиком. Сводить лопаточки. Отводить плечи назад. Ничего этого делать не нужно. Мысленно опускаем вертикаль из верхнего уголочка подмышечной впадины. Вот так мы ее опускаем. Вот это неправильно. И вот это неправильно. Строго вот так опускаем. И выбираем вот эту точку. Вот эту точку. То есть как бы это... Вот так вот начинаем мерить. Как правило здесь в бюстгальтере есть косточки, которые поддерживают его, нашу грудь. И поэтому мы попадаем как правило вот в эту косточку. И получается, что от косточки на бюстгальтере с одной стороны до косточки на бюстгальтере с другой стороны мы измеряем по выступающим точкам грудных желез, мы измеряем мерочку ШВ-2. Самое главное найти ее начало, чтобы пройма у нас попала на нужное нам место. Давайте повернемся. Посмотрим спереди. И посмотрим вот с этого боку. Еще повернемся, Людочка. Еще немножко. Еще. Руку назад. Вот посмотрите. Нет, вперед опусти. Спокойно. Вот видите, человек отводит ручку назад. Потому что хочется освободить это место нам для работы. И невольно происходит вот такая картинка. Надо ее всегда поправить. Иначе преувеличенная мерочка ШВ-2 нарисует вам пройму, далеко отнесенную к спинке. И вам это может не понравиться. И многое могут. Я вижу 44. Разделю пополам. Запишу 22. Значит, еще разочек расскажу немножечко про эту пройму. Посмотрите. Как правило, мы измеряем вот эти мерочки, чтобы определить расстояние от проймы до проймы. Первый раз над грудью, а второй раз через выступающие точки груди. Это тоже самая пройма. Никогда не старайтесь. И правильная пройма будет выглядеть вот так. Не вот так, когда плечи укорачиваются. И если глазки наши посмотрят вниз, талия становится оптической иллюзией шире. А пройма должна выглядеть вот так. Я вот ее сейчас поправляю. Из конечной точки плеча надо найти ее. Затем в верхний уголок подмышечной впадины вы идете. Вот так идет пройма. И тогда оптические иллюзии срабатывают так, что сантиметровая ленточка, кажется, хочется сузиться в области талии. И получается у нас талия тоньше. Оптические иллюзии. Поэтому большое значение нужно придавать снятию вот этой мерочки. Еще раз боком, лилечка, повернемся. И последний раз покажем. Вот так. Вертикальная линия идет у нас, да. И мы выбираем вот эту точку. Вот эту точку мы выбрали. И пошли вот так снимать мерочку дальше. Точно так же с другой стороны. Вот это, пожалуй, самое трудное. Повернем, поворачиваемся передом. И следующая мерка, третья в этой строке, называется расстояние между центрами груди. Посмотрите, ничего необычного в этом нет. Обычно 17, 18, 19 сантиметров. У кого-то у больших размеров может до 12, до 24 доходить. И опять делим все пополам. Делим пополам, записываем, допустим, 9 сантиметров. Это мерочка, центр груди. Расстояние между центрами груди. Следующая, третья строчка начинается у нас. Мерка называется ширина спины, ШС. Повернитесь, пожалуйста, к нам спиной. Посмотрите. Замечательная спинка для того, чтобы посмотреть, как снимается эта мерочка. Чуть-чуть, с вашего позволения, приоткрою верхний уголочек подмышечной впадины. Вот от этого верхнего уголочка пройма должна проходить строго по нему. Конечная точка плеча должна быть строго здесь. И вы от этого уголочка, между этими уголочками, измеряете свою мерочку ширина спины. Посмотрите, как вижу 36, разделю пополам, запишу 18. На что нужно обратить внимание? В этом месте я сомневаюсь в большую сторону. То есть, если я вижу 35 или 36, я напишу 36. Хотя бы вот этот сантиметр я немножко добавляю на какую-то слабину в области спинки. Потому что ручки двигаются вперед. То есть, вы фактически на спинке тоже померили расстояние до проймы. Таким образом, мерочки ШГ-2 и ширина спины я подготавливаю к вам к построению. Это те величины, которые помогают нам найти место для рукавчика. Вот эту дырочку, вот это место найти для рукавчика, которая называется проймой. Ну а боковой шов уже получается посерединке. Поворачиваемся передом. Мои хорошие, вот на этом первые 7 мерочек запомните мы делим пополам. Володя, мы за временем следим? Хорошо. А следующая мерочка в этой же строке записывается. Называется длина изделия. По моей методике, так как я всегда откладываю на чертежах то, что я строю, то, что я измеряю, вернее, то я измеряю длину изделия от талии, посмотрите как, и вниз. Моя длина изделия, если я шью блузку, может быть и 10 сантиметров, как ни странно, да? Потом она может быть и 20 сантиметров, если хочу вот такую блузочку сделать. В конце концов, я меряю длину платья, юбки, классическая мерочка. Это закрыли чуть-чуть коленочку и записали нужную нам длину. В данном случае 55 сантиметров. Ну, а если брючки, просто пропускаем эту мерочку дальше. Вот и все. Эта мерка называется длина изделия. Делить пополам, конечно же, ее больше уже не нужно. Следующая наша мерочка показывает нам, новая четвертая строчка показывает нам характеристики нашей руки. Для того, чтобы ее измерить, можно уже сейчас прямо воспользоваться вот таким приспособлением. Так называемая плечика. Мне многие говорят, дайте выкройку, дайте выкройку. Зачем вам выкройка? Это верхняя часть любого изделия. Вы же все равно какие-то выкройки, какими-то пользуетесь из Бурда, Моден, журнала или из интернета какие-то берете. Посмотрите, что это такое. Это середина переда, это горловинка, это плечо, это как бы кусочек проймы. Ну, отложите вниз, вот сантиметров у меня 17, и отрежьте кусочек этой бумажной выкройки. То же самое, поверьте, сделаем на спинке. Посмотрите, а это выкройка вашей спинки, это горловинка, это середина спинки, выточка обязательно должна быть, плечо и кусочек проймы. Здесь она у меня длиной тоже 16-17 сантиметров. Отрезали, вот вам эта выкройка готова. Ничего необыкновенного в этом нет. А в чем же заключается вот эта наша необыкновенная? Еточка, на полу, поднимем ножку, чуть-чуть, правильно? Вот. Нужно установить вот это плечико на фигурке нашей так, чтобы вот этот плечевой шов проходил строго по серединке плеча нашей модели. Я сейчас посмотрю, вот так вот сверху, еще разочек поправлю. Ну, вот так, мне кажется, у нас будет все хорошо. Я понимаю, вам хотелось бы, чтобы я это приблизила. К сожалению, технические условия у нас не позволяют. Уже принимайте историю так, как есть. Как проверить, попали вы или не попали? Посмотрите, вот это у меня плечевой шов на изделии. Я кладу сантиметровую ленточку строго по этому плечевому шву, положила, а потом вот так спокойно опустила. Если я попала правильно, то сантиметровая ленточка, она будет делить нашу ручку пополам. И не будет убегать ни вперед, ни назад, ни куда-то не будет смещаться. Вот это вот как бы тест, который, может быть, вам поможет правильно определить серединку нашего плечевого пояса. А определив вот таким образом, мы продолжаем снимать мерки. Поворачиваемся спинкой. Первая мерочка, которую я мерю, это балансовый. Так, я извиняюсь, я заторопилась. Значит, поворачиваемся лицом. Ага, мы еще четвертую строчку с вами разобрали. Поэтому начинаем мы с плеча. Это точка, высшая точка плечевого шва или точка у основания шеи. Если вы не знаете, где она у вас, и заблуждаетесь, да, вы можете вот так цепочку подтянуть, и там, где у вас цепочка попадет, это и будет переход от шейки к плечу. Кладете сантиметровую ленточку в эту точку и определяете конечную точку плеча. Обычно это у всех 13 сантиметров. Но у Лили, наверное, вот 12 с половиной это будет, потому что она у нас барышня невысокая, как вы успели заметить. Поэтому наши мерочки могут быть немножко не такими, как у всех. Ну, что и тоже хорошо, потому что все должно быть пропорционально и гармонично. Итак, первая мерка в четвертой строке, мерочка называется ширина плеча. Запишем 12 с половиной сантиметров. После этого я берусь вот так за сантиметрик, вот так, я за него берусь, не знаю, насколько вам видно, да, и устанавливаю вот таким образом в эту конечную точку плеча, до которой я измерила, которую выбрала для того, чтобы выполнить свое измерение. Затем в свободном полете я записываю любую длину, не надо так вот складывать ручку, не надо поворачивать ничего, да, надо мне такую-такую запишу, надо такую-такую запишу, надо длинный рукавчик я длинный запишу. Я измеряю длину рукава. Вторая мерка в четвертой строчке называется длина рукава Деллер. Ну, в нашем случае вот 51 сантиметр, пополам больше не делюсь. Третья мерочка, одна из самых важных мер для того, чтобы ничего не испортить. Ручку чуть-чуть приподнимаем, измеряем самое широкое, а теперь опускаем самую полненькую часть руки. Вижу 30 сантиметров. Сантиметровая ленточка идет очень спокойно, не наклоняясь никуда, параллельно, перпендикулярно как бы идет основанию нашей руки. Этот кусочек руки называется плечо, поэтому мерка называется обхват плеча. Никаких уже делений нет, что измерили, то и записали. И последняя мерочка в этой строке, она четвертая. Мы измеряем ручку вот на этом вот расстоянии. Почему на этом? 23 сантиметра вижу, да? Запишу 23 сантиметра. Мерка называется ширина рукава внизу. Почему ширина рукава внизу? Все меряют запястье. Но ведь вы не сошьете вот 16 сантиметров запястья рукавчик такой ширины. У вас просто кисть руки туда не пройдет, вам будет неудобно. И поэтому нужно будет придумывать какие-то прибавки. Зачем их придумывать? Все упрощаем. Я заметила, что мы любим носить наши вещи вот до сих пор на рукавчике, да, поддергивая до длины рукава 3 четверти. Поэтому я и строю свои рукавчики вот такой ширины внизу. И очень-очень редко, когда эта мерочка просит какие-то изменения. Вот мы записали 4 строчки. Эта мерка называется ширина рукава внизу. И последняя, пятая строка, очень важная. Эти мерочки называются балансовыми. Я уже немножко поспешила и начала вам про них рассказывать. Они измеряются строго вот при наличии вот такого вот приспособления. Или, потом покажу, чего-то немножечко другого. Итак, установили плечевой шовчик посерединке. Поворачиваемся спинкой. Вот так. Теперь смотрите, первая мерка, которая будет измеряться. Да, еще нужно обязательно присесть на корточке, сделать свои глазки таким образом, чтобы было параллельно. Сантиметровая ленточка шла строго параллельно полу. Проверить это обязательно. И первая мерочка от высшей точки плечевого шва параллельно линии позвоночника показывает нам длину спинки до талии. ДТС называется. Сорок сантиметров. Вторая мерочка от конечной точки плеча. Смотрите, плечо у нас 13 сантиметров у моего плечика, а у лили 12 с половиной. Я капельку сдвинулась. И меряю мерочку вот так. Эта мерочка, вот эта мерочка, она у нас идет, называется высота плеча косая. Измеряется от точки пересечения линии талии с позвоночником. Измеряется. У нас тоже 40 сантиметров, и мне это нравится. Почему? Расскажу чуточку попозже. Поворачиваемся, потому что лилю надо опустить. Она уже у нас устала. Теперь, следующая мерка в этой строке высота груди. Следим за тем, чтобы вот эта плечика у нас не двигалась строго. И от высшей точки плеча меряем мерочку до выступающей точки грудной железы, называется высота груди. 28 сантиметров. Записываем 28 сантиметров. Затем пропускаем наш шнурочек дальше и записываем мерку высота, длина до талии по переду. Вот этот вот животик нам немножко мешает, потому что шнурочек опускается у нас, вытащи его наружу, мы сейчас все поправим. Потому что шнурочек опускается у нас из-за нее вниз. Я это заметила, аккуратненько поправляю, срежу глазками, чтобы линия была строго параллельна и записываю 43 сантиметра. Вот это все, что вам нужно сделать, когда вы будете снимать мерки. Если тут есть какие-то выступающие части, шнурочек наш беленький, он может ниже оказаться, чем не параллельно полу, или наоборот выше заскочить, выше животика. И тогда вот эта мерка ДТП, которая показывает нам осаночку, она будет у вас неправдоподобной. В данном случае 43 сантиметра. Я отнимаю от 43, ДТС 40 сантиметров и получаю разницу в 3 сантиметра. ДТП минус ДТС, получается баланс. Баланс 3 сантиметра говорит о том, что фигурка у нас имеет обычную нормальную осанку, и за счет выступающей точки грудной железы, хорошей выразительной грудки, чуть-чуть уже склонна к перегибистой фигурке, потому что это пограниченное значение. Осанка ровненькая, спинка ровненькая, сутулости нет, замечательно, все хорошо. Последняя мерочка у нас называется высота плеча, косая переда. Опять же, от конечной точки плеча мы должны измерить до центра груди вот такую вот мерочку. Мы чуть-чуть сдвинемся на полсантиметра, потому что наше плечико покороче было, да? И вот таким образом направляем свою мерочку. Я вижу 25, разница между высотой груди 28 и высотой плеча, косая 25, 3 сантиметра. И это меня вполне устраивает, я считаю, что мои мерочки сняты правильно. Разрешите поблагодарить нашу модель, откланяться. Подробности про снятие вот этих измерений я расскажу, как говорится, спокойно, свободно, чтобы человека уже не мучить, потому что самое главное, я думаю, вы уже все посмотрели. До следующих встреч!